Вот это тоже все слышали. Вот слово воля. Откуда оно? Какую роль играет в жизни человека? И чья воля должна исполняться? Говорят, безвольный человек. Уважения никакого нет. Безвольный человек не может быть хозяином семьи, не может быть руководителем, не может двигать производство вперед. Безвольный при любой опасности отступает. А какая воля? Человек борется за волю, а может воля-то у него и неправильная. И вот ответ. Как Слово Божие об этом говорит? Как познать волю Отца Небесного? Матфея 18.9 Итак, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Вот мы уже определили. Все, что делается в мире для погибели человеческой вечной души, это не воля Отца. И она не должна быть. Не по воле Отца. Как не по воле Отца? Когда от людей спрятали Слово Божие. Это не по воле Отца Небесного в России тысячу лет шли. Нет воли Отца Небесного, чтобы кто-то погиб. Так легко совершилась революция, и сейчас удивляются, как так? Весь народ был православный, святая Русь, и никто ничего как будто не понял. Сразу пошли на ту сторону, вначале рушить храмы. А почему? Те, где люди знали волю Отца Небесного, они на это не пошли. И мы видим, кто не пошли. По крайней мере, в этой части те люди знали волю Отца Небесного, что брат на брата не должен идти войною. Белые, красные не могут успокоиться 80 лет после революции. Все еще враждует между собою. Воли Отца Небесного нет, что погиб из малых всех кто-то. А мы скажем, и гибнет миллионы, и каждый день. Так чья же это тогда воля? Гибнут, ясно, что по воле того, кто противен воле Отца. Те, кто говорят, в храм не надо ходить. Вот одни и те же люди на вечернее богослужение в субботу не приходят. А тут, замечайте, воли Отца Небесного нет на то, чтобы детей убивали, их убивают. Воли Отца нет на то, чтобы дети не познали Бога. В школах нигде им о Боге ничего не говорят. Все, что входит в погибель, это не воля Отца Небесного. А вот тут тебе поле деятельности. В писанном виде надо там все делать. Запиши в своей жизни, что у тебя было. Вот это по воле Отца Небесного было или нет? Что столько лет прошло, и ты Бога не знала, замуж вышла, не посоветовалась с Богом. Да ты и не знала совсем этого. Все разводы, какие есть, это не по воле Отца Небесного, по крайней мере, с одной стороны. Я не говорю о грехе убийства, прелюбодеяния, воровства. Это все сатана делает. Главное, бессмертная душа. А ее отвлекает от этого незнание Бога. Детей надо вырастить, чтобы они были смелые. Этого нигде не написано. Написано, чтобы имели страх Божий. Как только о страхе Божьем сказал, так забунтовали. У нас есть люди в общине, которые преподавали в школах. И хорошо принимали их. Как только сказали, что нужно иметь страх Божий, забунтовали дети, забунтовали родители, в буквальном смысле. Руками и ногами застучали. Евангелист Иоанн говорит в 6.39. Воля же пославшего Меня Отца есть так, чтобы ничего не погубить из того, что Он мне дал. Опять сходится, и слова Христа об этом говорят. Это воля Отца Небесного. А кого Он дал? Ну, по крайней мере, те, которые приняли крещение, приняли помазание. И воли Отца Небесного нет, чтобы люди где-то блуждали по сектам. Отсюда явно, что секта – это не воля Божия, потому что это не церковь. Понимаете, одно слово, и как оно человека разворачивает? На секту ты уже никогда не потянешься. Хорошо, плохо. Одно слово – секта, не церковь. И не надо разбирать, хорошо там или плохо. Воля Отца Небесного нет, чтобы люди выходили из церкви. Это однозначно. Воля Отца Небесного нет, чтобы мы остались без епископа. Без епископа нет священника, без священника нет литургии, нет таинства. Воля Отца Небесного нет, чтобы были расколы, образовались ереси, секты. Ну и если в церкви заблуждения куда-то ведут, тоже воли Отца Небесного в этом нет, чтобы мы с беззаконниками соединялись, а то, говорит, мне не о чем заниматься. От ленности души, так можно так сказать. Я вот вопросы, какие я говорю, они все важны и касаются конкретно каждой души. Матфея 12,50. Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. А чтобы быть братом Христа, а раз братом можно прямо назвать, я молюсь брату Христу. А это уже по-другому звучит. Одно дело сказать Господи Иисусе Христе, а ты скажи, я сестра Иисусу Христу, почему я волю Его исполняю. А вот этого-то сказать как раз и побоишься. Мы только говорим, да будет воля Твоя. А сказать, я исполняю во всем волю Божию, я не могу сказать. Притом я ни один день этого в жизни не мог сказать. Я с утра до вечера прошу Господи, чтобы мне иметь Твою волю в себе, да будет воля Твоя. Вот этого я очень хочу. А исполняю я или нет, ну может быть приближаюсь иногда к этому. Матфея 12,50 и 21,31 Когда Господь говорит, два сына было у Отца, и один сказал, пойду, а не пошел, а другой сказал, не пойду, а потом пошел. И он говорит, который из двух исполнил волю Отца? Слушатели сказали, первый. Вот хорошо, что мы вовремя одумались, вовремя, значит, при этой жизни. Когда-то нас Господь трогал в мире, призывал, а мы некогда, молодая была некогда, а теперь пошла. Вот мы как раз к первому сыну и относим себя. Господь говорит, мы, которые блудницы, идут впереди вас, Царство Небесное, тех, которые не исполняют волю Божию. Галатам 1,4 Бог отдал Сына Своего за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца Небесного. Воля Отца Небесного та, чтобы мы избегли лукавств этого мира. А что в этом мире? Трудно определить, но скажи, все, что и чего нет в церкви, тогда легче определить. Вот что-нибудь ты в мире видишь и скажи, это в церкви перевелось бы или нет? Нет. Откуда взяли, что елки нужно украшать? У верующих появились елки. Я рассматриваю это как настоящее идолопоклонство, потому что во всем Ядкомзавете говорит, что рубите деревья, которым поклоняются. А написано, украшайте ветвями деревьев. Ветки деревьев бросали под ноги Христу. Вот высшее упование на Бога. Лазарь умер. Надежда конца. Упование одно. Скажите, учитель. Учитель пришел, знает, что может воскресить. Где? У Христа. Салмопевец Давид говорит 1-2. Когда в законе Господа во воле его, и о законе его размышляет он день и ночь. А в чем размышление? А понять, правильно я поступаю или нет? Вот за собой, начните замечать, как часто, в течение дня, мы обращаемся к Библии не потому, что надо считать, а потому, что я чувствую крайнюю необходимость. просто необходимо мне это. Вопрос какой-то разрешите, не знаешь, а как? Или вопрос это задал. И особенно дети будут задавать вопросы. Такие ты из Библии вылазить не будешь. Ты постоянно будешь смотреть, а как говорится, чтобы упознать волю Отца Небесного. И он, Давид говорит, в законе Господа воля его у человека. Мою волю покори в закону твоему Библию. Вы заметите, я постоянно, повторяя слово тысячелетие, что тысячи лет Библии не давали, и как можно было исполнять волю Отца Небесного в законе его, когда этого закона-то не было. И псалтыр читали каждый день. И над живыми, и над покойными. Я вообще не толкую Писание, я просто говорю, это написано. Не поэтому ли не давали переводить на русский это язык, что оно слишком уж ясно тогда и понятно будет. Воля его, в законе его, и будешь как дерево в посаженных и потоках, вот, они как сухой терномик кустарник. Даниил 4.32 И все живущие на земле ничего не значат, но по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих, на земле. Значит, так Богу угодно. Если с нами случается что-то не по нашему желанию, беды, обиды, болезни. Иоанн 4.34 говорит ей, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Для Христа пищей служило его дело спасения ближнего. Для нас это служит или нет? Как может бед служить пищей спасения ближнего, если человек пришел и ушел, его ничему не научили? Я ни разу не слышал такой проповеди, чтобы вышли пастыри или архиереи и говорили, что если вы не будете заботиться хоть одну душу привести в храм к Богу, я вас на исповедь не приму. И чтобы на каждой исповедь не говорил, воля Божья та, чтобы вы шли свидетельства о красоте православия людям. Как бы эти сектанты-то все возникли, если бы все наполнено было православными? Я с кем-то сектантом не заговорю, а я ничего не знал, я ходил в церковь, а ничего не знал, а то все отвечают. Почему? А закона-то не было. А тогда уже в своей упаковке дали закон. Такой закон дали, что получилось одно беззаконие. Иоанн, 7 глава, 1 стих. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, ибо я не сам от себя говорю. Практический опыт показывает, когда ты начнешь исполнять Слово Божие. Я хотел жизнь посвятить Родине, освободить ее от извергов. Маленький был, слышал много о беде, которую коммунисты натворили. А вот потом, когда волю Божию узнал и увидел, то воли Отца Небесного совсем и нет на то, чтобы люди жили свободно, богато, вообще нигде этого нет. Воля Отца Небесного та, чтобы их угнетали, вот этого я нашел, за грехи. И узнать учение Христа ты хочешь, да мало ли, есть учение Магомета, есть учение Будды, а как узнать его? А кто хочет исполнять практический путь? Начни. Я решил неделю жить, попала книжка и жить, как вот учили вожди, один вождь. Я вижу учение очень хорошее, люди будут равны, но половину надо убить сначала, чтобы они были равны, у кого отнять. Другой говорит, наша раса выше всех, я тоже понял это хорошо, а зачем глупым народом землю-то зря занимать-то? А я понял, что это зверь, дьявол в образе человека. Я мысленно как бы прошел и исполнял все эти учения. Когда исполнился у ног Христа практически, какую заповедь не возьму, она божественная, она дивная. Вот смотрите, христианам даже вопрос брака, по любви сошлись, священник спрашивает, по любви взял, все, и она умерла, или он умер, разрешается, на то же наказание, пятимья, два-три года. Но случится так, бывает в жизни, что умирает и второй раз. Церковь разрешает третий раз, но опять же с наказанием, до пяти лет отлучения, сразу же из-под венца и обоих отлучать будут. Или там одного, кто третий раз. А четвертого, а четвертого брака вообще нету. Спросим у мусульман, а у вас как? Не ограничено. А сколько, сколько сил хватит? Вот недавно читали одного, он 201 брак заключил, и главное, чтобы одновременно не было четыре жены. У нас четвертый вообще не разрешается, а у него только одновременно. Он говорит, ни разу, как правоеверный мусульманин, не нарушил этот закон. Хотя теперешняя 201 жена. Ну, то сравни одно с другим-то. Какая разница-то? Одно говорит, отдай последнее к ногам, а тот говорит, для справедливости грабить надо, отнять караваны грабить. Одно учение, начни практически исполнять. Ты говоришь, я волю хочу Отца Небесного узнать. Начни делать так, как говорит Господь. Жены ваши в храмах домолчат, а жене мужа не учить, но был в безмолвии. Ты испытай на практике, и ты увидишь, какое тебе благо, как муж расположится, как ты своих дочерей на это наставишь сейчас. Почему так крепко держатся евреи, когда вырастают, а им вот маленьким вкладывают это все? Они все обрядности исполняют. Они прячут хлеб прекрасный, они все знают, и она вырастает, и ее ничем не шибешь от этого. Закладывай, пока она поперек лавочки лежит. Это воля Отца Небесного. А чтобы эти дети могли передать своим детям. Иоанн 9,31. Ну, это один слепой сказал человек, но он тоже хорошие слова говорил. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит воли Его, того слушает. Мы слова эти не можем опровергнуть. Молитву одного человека Бог слышит, говорит, я молюсь, никогда по-моему не бывает. А чти Бога и твори волю Его. С утра думай, как бы волю Божию не нарушить. А потом записывай, о чем молиться. Помолился. У меня бывает так, позвонили, помолился. Я помолился, через 5 минут буквально звонил. Ну и как у ребенка, температура меньше, она говорит, на полградуса уже меньше. Может совсем от меня не зависит, а мне как радостно это слышать. Потому что Господь всегда рядом. И вы всегда интересуетесь результатами вашей молитвы. Просят, мой сын поехал туда. Приезжаю через неделю, спрашиваю, да он давно приехал уже, а почему же не сообщил это? А я вам все еще по трассе гоню. Все еще с этой трассы разбрасываю всех бандитов, ракетиров. И знать ты этого не знаешь. Практически. Деяние 22.14. Явился Анания, еврей. Он, говорят, епископ был в городе Дамасске. И сказал, «Бог отцов наших предизбрал тебя, Савл, чтобы ты познал волю его и увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Такова воля Отца Небесного. Вот для чего он тебе явился». Почему, когда православный обращается, ни разу эта воля не проявилась? Почему никогда при рукоположении не спросят? Я спрашиваю, тебе это говорили, ни один мне не отвечает. Ты волю Отца Небесного знаешь, что тебя священники Бог поставил для того, чтобы ты возвещал перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. А раз молчишь, значит, ничего не видел и не слышал. Я вообще не толкую, повторяю, ничего. Я смотрю Слово Божие и вижу, Анания его не знал. Имя ему еще не переменили, говорит, брат Савл. Я думаю, когда имя переменил, за это время написал бы послание, если хоть одно, так бы одно было послание Савла, а остальные были бы Павла. И почему он имя-то заменил-то, тоже непонятно. А делается понятным, когда встреча с Сергием Павлом там была. Он увидел удивительное обращение с этим и что-то там было. Господь увидел Петра и изменил, что в монашиство его посвятил, изменил имя. Имя менялось с изменения жизни. Может быть, после крещения твоя жизнь резко переменилась и теперь ты будешь вот таким. Не менять имя, но хотя бы знать. 1 Иоанна 5,14 И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего, по воле его, он слушает нас. Прежде чем молиться, спроси, а надо ли об этом молиться. Помолитесь, у меня там сын, а сын неверующий. А я знаю, что сын этот любит выпить. Он что-то болеет в больнице. А он давно пил, до вчера еще пил. Я молиться буду, чтобы он не пил, а о здоровье просить не буду, потому что он еще больше будет пить. Господь его в этом укрепит. Что когда мы молимся, Иоанн говорит, по воле его. Вот здесь тебе жизни не хватит узнавать. Какая воля Отца Небесного? Воля Отца Небесного есть такая, чтобы внучать закармливать сладостью. Спи дольше, ешь больше. Все кончилось. Главный лозунг. Разве Богу это угодно? Главное, чтобы ты скажи, дети, вы для того, маленькие, вас нельзя запрячь в работу, чтобы вы занимались Словом Божиим, чтобы вы всему учились Божественному, познавали Его волю. Вот сейчас. Они никуда больше не угодны. Они совершенно свободны. Иоанн Затал говорит, а мы по своей жадности их сегодня мы заставили работать. Да три-то года лошадь уже настоящая. На ней можно ездить. А куда ты на трехлетие поедешь-то? Да восемнадцати лет. И в природе такого нет, чтобы вот млекопитающие так долго росли. Да хоть где. Два года, три года уже полностью самостоятельная осыпь. Римлянам 9.19. Кто поступает по воле Его, противоречит воле Божией. Кто может противоречить? Познали волю Божию, начали об этом молиться, надо ей покориться. И воля Божия есть та, чтобы Слово Божие распространялось. А как, ты сам подумай, как ты можешь участвовать? Колоссянам 1.9. Мы не перестаем молиться, чтобы вы исполнились познания воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Павел молился и говорил, Господи, Колоссянам дай познать волю Твою. Молиться об Эфесской церкви, я прошу тебя, Владыка, откроем волю Твою. Римляне, познайте волю Божию. Это непрерывная молитва должна быть с утра до вечера. Воля Моя есть на то, чтобы было, чтобы дочь Твоя выходила замуж, чтобы эта работа была, окончать этот университет. На все абсолютно воля Божия должна быть. Воли Божия нет, значит, самоволие называется. Евреям 2.4. Чтобы Он, Господь, дающий нам Духа Своего, по воле Своей принял нас. По воле Своей. Люди могут обещать благодать Духа Святого, а может и ничего не быть. Потому что человек не приготовил свой сосуд. И поэтому, придя в храм, лишних разговоров никогда не ведите, тем более не смейтесь. Я не знаю, почему так против смеха Иоанн Златоус ополчался. Ты, говорит, раскрываешь широко рот и не думаешь, что сатана вскочит в тебя. Да как это, что? А зависит от рта. Потому что нет благоговения. Евреям 13.21 «Господь да соувершит вас во всяком добром деле, исполнением воли Его, произойдя в вас благоугодно Ему». Это уже к евреям пишет, что вы познавали волю благоугодную Богу. И в Откровении 17.17 «Оказывается, Бог волю Свою направляет и на тех, которые являются убийцами, врагами. Это воля Божия такая, чтобы один убил другого». Мы видим иногда, один, говорится, «зверь пожирает другого». Вот они столкнулись и один другого уничтожил. Откуда известно? Бог положил им на сердце исполнить волю Его, отдать царство их зверю, доколе не исполнится Слово Божие, что они разорят, сожгут ее в огне. И всем царям одновременно положат внезапно исполнить волю Божию. И на нас бросится со всех сторон. Даже белые медведи могут на нас пойти с севера. Если мы не будем исполнять волю Божию, и когда молимся отче наш, а ученики попросили их научить, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. На небе воля Божия не всегда исполнялась. И которые не хотели исполнять, они пали на землю. И они превратились в демонов, во врагов. Да будет воля Твоя. Чтобы волю Божию узнать, повторяю, надо советоваться с ближними, со священником, и главное, на коленях испрашивать мудрости, вникать в Слово Божие. Аминь.